Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, второй сезон Красной Смерти. В этот раз я решил сыграть за фанатов. Ну, одно видео, одна фракция, так мы постепенно со всеми познакомимся во втором сезоне. Это, по-моему, самая простая фракция из всех. Обычные способности, которые даже не требуют каких-то, знаете, чего-то делать. Знаете, смотреть на условия, чтобы они использовались. Всего лишь плюс пять к силе, и раз в шесть ходов можно бросить ядерку. Отличные способности, по-моему. Ну, в плане, что не надо быть семипядей во лбу, чтобы ими воспользоваться. В русском описании здесь говорится, что каждый боевой юнит запускает тактический ядерный снаряд каждые шесть ходов. И кто-то может подумать, что это прям у каждого юнита каждые шесть ходов есть ядерка. К сожалению, нет. Это просто одна ядерка каждые шесть ходов. Причем они не накапливаются. То есть вы кинули ядерку, через шесть ходов у вас появится новая. Поэтому нету смысла их как-то держать, хранить, копить. Есть ядерка, видите цель, кидайте в нее. Вот как-то так. Ну и мне кажется, это не самая сильная все-таки фракция. Мне и сектанты больше понравились, и инопланетяне интересные, пираты мощные. То есть вот тут против меня все довольно мощные чувачки. Посмотрим, как получится сыграть. Ну, мы уже появились рядом с водой. Это уже плюс, потому что по воде юниты двигаются быстрее. И на воде их сложно убить, особенно сложно поселенца захватить. Так что можно по воде именно поселенцам спокойно плавать и искать вот руинки и варварские лагеря. Все, в начале первого хода уже один чувак ливнул. Вот это называется рандомное лобби. Зашибись. О, видите, сколько мы ходов можем сделать и сразу уже нашли руинки. Ну, правда, мы, конечно, получаем урон. Восемь урона каждый ход. Восемь? Что-то я задумался. Да, восемь. Но зато вот так находим необходимые нам руинки и больше юнитов получаем. Ну, в общем, тут уже за скитальцев играет комп. Так, я, наверное... Не, все равно высажусь. Так, тут мы опыт получаем. Я, наверное, возьму перемещение быстрое по тропическим лесам и холмам. О, вот это я не наезжу больше всего, когда из руинок мне еще одного поселенца дают. С одной стороны, конечно, теперь можно особо не волноваться о том, что кого-то из них могут убить. Захватить, и на этом у вас игра закончится. А с другой стороны... Ну, нафига мне поселенец? Так, я, наверное, этим туда поплыву, а этим сюда сплаваю. Здесь, кстати, может где-то быть лагерь варваров, потому что откуда-то же пришел вот этот парень. Ну, давайте пока сюда пойду. Тут спущусь, а этим попытаюсь убить. Вот этот появился у вас, получается, на третьем ходу, так? Ну, постреляю пока. Ага, вот, например, здесь он может быть. Ну, пошли разберемся с этим лагерем варваров. Надеюсь, там что-нибудь вкусное дадут. Тут ничего интересного на побережье. Вообще, конечно, это так опасно. Я всех своих поселенцев отдельно от юнитов таскаю. Но, зато, видите, это помогает находить... Вот, видите, прям на острове каком-то. Что-то никого рядом прям не видно. О, еще. О, еще. Зашибись. Так, я, наверное, постреляю, чтобы уровень сейчас получить. Да. Возьму на перемещение по холмам и лесам. Так, тут мы соберем. Тут мы проплывем. Ну, варваров мы, конечно, не можем поселенцам трогать. Тут соберем. Отлично, отлично. Прям здорово. Так, тут получу уровень, наверное, плюс 7 все-таки. Здесь возьму уровень на движение по тропическим местам, чтобы сюда вот быстрее пройти. Следующим ходом. По идее, должны убить. Вот нарисовано, что вроде как должны убить этого парня. Ну, из тех, кого я играл, тут больше всего опасаюсь, конечно, сектантов и пиратов. Как у них там пойдет. О, вертолетик. Вообще, пока зеба все. Вот вертолетиком как раз можно по земле летать. Потому что он быстро и по земле, и по воде летает. Ну, пойдем, наверное, сюда. Тоже спущусь, буду искать, что там. Так, этим парнем был. А этим, знаете, я постою здесь, полечусь. Чисто. О. Наверное, сейчас я спущусь. Выйду, если на землю, чтобы собрать эту фигню. Так, тут я поплыву. Давайте я проверю, что тут ничего нету на всякий случай. Да, ничего нету. Так, вертолетиком полетим. Этим спускаемся, этим спускаемся. Не знаю, постою полечусь. Опа. У нас скиталец идет. Так, значит, я думаю, что сюда нету смысла идти. И надо бы этим обратно вернуться. А, ну это, кстати, компьютер. В этом плюс. То есть, я, в принципе, наверное, стоит попробовать скитальцу убить. Это компьютер. Тут у меня... Тут моего поселенца вряд ли кто найдет. Только если меня будет зону выдавливать. Ну, я хочу вертолетом здесь исследовать, а не там, где скиталец ходит. То есть, понятно, что он там собирает все ништячки. О, это у нас ученый, да? Ага, тут собрано. Он, видимо, оттуда идет. То есть, там все собрано ученым, я так понимаю. Да, вон ученый. Ну, сейчас меня будет обстреливать, скорее всего. И тут собрано. Блин, а тут пират у нас. Вот уже как-то не весело. Как-то я уже зажатся всех с рушами вот сюда, что ли, попытаться куда-нибудь пойти поискать тут место. Ну, мне кажется, оттуда будет как раз зона идти. Вообще, я бы к этому лагерю сходил. Ну, что? Куда мне? А, ведь он включил щиты. Ну, давайте, наверное, кину в... В этого пирата. Ну, у меня нет смысла хранить, еще раз повторю. Все эти... Так, ну вот у нас тут, видите, проблемки начинаются. Все мои поселенцы как раз... Ну, мне надо сюда возвращаться. Вот тут высаживаться. Возвращаемся этим пехотинцам, чтобы защищать этого поселенца. Этим пехотинцам, наверное, пойдем к этим ребятам. Тут я пока встану в лечение. Тут надо искать... Пиратов. О, отлично. Тут он не все собрал, оказывается. О, блин, а тут у нас инопланетяне... Тусят. Блин, ну... С одной стороны плотничком, а с другой стороны я вот могу с этого края отыгрывать. Тут я не в центре со всеми. Вроде как. Так, что мне тут важно первым походить, где? Да, в общем-то, нигде у меня нет проблем, вроде. Тут я главное вот это собрать. Ага, не могу я это собрать. Так, ну... Он отходит, и я отойду. Слушайте, а тут, смотрите, ученый включил. Там ученые с инопланетянином дерутся. Нормальное, нормальное столкновение. Мне это нравится. Так, тут возьму за атаку с фланга. Тут так подойдем. Ой, там, блин, пират идет. А, ну тут надо... Так, пока сделаем. Ну, мне надо туда переться. Проблема в том, что... Ну, мне, наверное, вот этим надо тут еще будет исследовать. Вряд ли будет теперь много каких-то... Нужно туда сплавать посадить. О, там у нас еще варвары. Отлично. Сходим, глянем. Так. Подходим. Тем более, что я атаку с фланга прокачал. Так, кого-то у меня атакуют. Ну, я могу тусить рядом со всеми. Я плюс пять к силе. Так, на минутку. Поэтому... Меня не особо волнует, что он там... Так, давайте вот сюда будем высаживаться. Ладно, давайте сюда подойдем. Тут вдоль реки можно пройти. В общем, так, высаживаемся. Тут постепенно идем сюда. Ну, давайте. Буду атаковать этого парня и попытаюсь убить следующим ходом. Так, вот пока постою, полечусь. Отлично. Блин, сейчас там зомби появятся. Мне кажется, меня убьют этот юнит зомби. Это хреново. Блин, и там ученые собрали. Блин, ну там... Или это инопланетяне собрали. Ладно, в общем, оттуда валить надо, я думаю. Тем более, это вот вертолет у него, летающая тарелка. Нафиг мне такое счастье. Давайте полечусь. Блин, вот тут... Жалко не только то, что убьют меня этого пехотинца. Не сорян, а тут... Нет, не убили. Так, давайте пробовать спасаться. Тут где-то должен быть, по идее, пират. Так, ну я бы свои уже юниты там где-то концентрировал. Так, я еще ядерку не могу бросить, да? Я хочу следующим ходом вот этим юнитом сюда подойти. И мне кажется, я тут увижу юниты инопланетянина, чтобы туда кинуть ядерку. Ну, а че он? Ави Мария доступна. Нет, к сожалению, не вижу. Ну... Вот тут как бы проблема с этим... С этой способностью. То есть ты вся как-то не особо круто ядерки эти используешь. Блин. А сколько хитпоинтов? 19. Ну, надо на море спуститься. Блин, и там не пройти. Ну, трындец. Это nice shot. Ну, я не уверен, что он был nice. Может, это ирония у него. Знаете? Так, тут уже все собрано, видите? Получается, меня сейчас будут выдавливать на пустынные территории, к сожалению. Возьмем к атаке пулеметчиков. Ну, тут хана, походу, этому пехотинцу, к сожалению. Ну, и тут ничего интересного, как видите. Давайте полечимся, постоим. Ну, мне не очень нравится моя позиция. Мне не очень нравится, что я тут собрал. И у меня будет ощущение, что у меня будут... То есть у нас где-то вот тут, получается, пираты, судя по всему. Тут где-то, видимо, ученые. Тут инопланетяне. Ну, все, убили мне этого пехотинца в итоге. Ага, вон пират. А еще где-то ж сектант должен быть, блин, со своим роботом. Вот что самое неприятное еще. Ну, и груз с припасами прилетел. Не ко мне. Пират почему-то тусит по... По земле, а не по морю. Так, не знаю, куда он там пойдет. Пока так сделаем. Еще есть сектанты, у которых плюс три осмотр. Ладно, тут я спущусь везде на воду. Я хочу уже соединиться с моими войсками. О, тут хорошо сюда подошел. Следующим ходом, по идее, я его убить должен. Так, глянем. Ну, давайте я сюда пойду. Блин, отошел. Ну, что за фигня? Е-е-е-е. Умри! Гадкий пират. Вот сейчас будет важный, куда меня будут выдавливать дальше. Останется ли зона на мне или куда-то поведет в сторону? Если попытаться тут еще пиратов найти. А вот он. Интересно тут. Конечно. Ну, так. А сколько у меня ходов еще до ядерки? Два. Честно говоря, опасаюсь я тут. Влезать. Мне кажется, сейчас у меня еще пират... Эй, пират-варвар должен обстрелять. Хотя он, по идее, не должен меня видеть. Или видит. Отлично. Кажется... Нет, подождите. Да, в эту сторону. Ну, это, кстати, можно еще. Это можно работать. Блин, неужели этот... Я этого не успею посела довести. Он сдохнет. Вот эта территория просто минус к обороне дает. Но мне лучше, кажется, все-таки тут... Тут было бы плохо высаживаться, если бы... Я сейчас высадился и увидел бы там каких-нибудь соперников. Но раз никого нету, то, в принципе, можно. Вот сейчас пирата просто должно на меня выдавливать. И я тут убью лагерь варваров и заодно встречу пирата. Так что подождем. Давайте, наверное, тут высажусь. Но юнитов у меня откровенно маловато. Меня смущает, что я не вижу... Кстати, а этот... Это так никто и не собрал, что ли? Так, я хочу прокачать пехотинца. Вот в Красной Смерти надо отсоединять поселенца в таких случаях. Потому что тут такой глюк, что поселенец может на ту клетку перепрыгнуть. Не знаю, почему это так получается. Ничего интересного. Тут стоим. Фу, выбежал наконец-то. Не, кажется, сохраню этого поселенца. Так, что за звуки тут были? Как будто кто-то ходит. Так, ну я тут примерно исследовался. Теперь я хочу встретить пирата. Взяли, убились от моего пехотинца. Пиратик, ты где? Дружок, выходи. Ага. Ну. Я вот, кстати, не могу туда кинуть. Но если я ближе подойду... Вот так и вот так, например. Да. Мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы вот так сделаем. И следующим ходом пирата должны убить. По-моему, участок как раз очень неп... Ой. Участок как раз очень неплохо бросил. Так, давайте-ка мы уже там тогда будем концентрировать армию. Тут вот, видите, ученые стоят. Или его даже, может, сейчас варвары убьют. Да. Отлично. Сволочь ученая, а. Убил меня там. Так, все, минус пираты. А, кстати, компьютер еще в живой. Как ни странно. Мне бы сейчас как-то... Ну, давайте плюс 7 к боевой мощи. Мне бы сейчас как-то собрать этот вот лагерь. Я хочу армию вот тут где-то сконцентрировать. Да, блин. Когда ж ты сдохнешь. Так, пока постоим. Хотя, наверное, мирного жителя можно немножко сюда уже тоже начинать переводить. Тут, конечно, вот эти леса. Ну, то есть, нету смысла вот сюда лезть. Тут, понятно, ученые. Не знаю, почему там никого сектант не... Может, там, конечно, с инопланетянами сектант воюет. Конечно, жалко, что вот это стоит до сих пор. Со звуки постоянно смущают меня. И, конечно, никого... А, нет, смотрите, вон. Так, сюда мы как раз давайте по селам сбегаем. Блин, не убиваю. Ну, печалька. Так, давайте, наверное, так сделаем. И тут вот так. Трещим ходом должен убить 15. Нормально, должен выжить вертолет, мне кажется. Объединение армии. Ну, тут слишком долго, а вот этот посел добежит. Я уверен, что там никого нету. Кроме моего посела. Ну, вот, пират не сообразил, как своей фракцией действовать. Он почему-то просто по суше ходил. И так в итоге и прыгает. Сейчас у меня будет минус 15. Так. Сейчас еще эти меня проатакуют. Блин, или не выживет. Выжил. Отлично. Но он сдохнет. Ага, прокачка будет. Отлично. Так, значит, сюда отошли. Взяли за атаку с фланга. Объединили. Тогда, видите, у нас объединяются хитпоинты. Отлично. Нормально все произошло. Отлично. Мне очень понравилось. Так. У меня уже три поселенца. А то там этот будет какой-то варвар. Пять ходов. Ну, что поделать. Я думаю, что я должен успеть собрать. Да, если даже умрет этот мирный житель, мне уже не жалко. У меня уже три этих мирных жителя. Что, их солить, что ли? Так, где у нас? Далеко. Давайте к перемещению возьмем. Тут лечимся. Ё-моё. Так, ну успею. Вернуться. И надо будет лечиться стоять, конечно. Так, ну вот тут есть... Начинаются у меня проблемы. У меня надо будет, видимо, плыть через океан. Потому что иначе вот по этому проходу меня будет хреново выдавливать на ученого. Ну, блин, еще такая территория огромная на самом деле. Но, с другой стороны, мне очень хорошо, что вот, грубо говоря, примерно вот так вот. Вот здесь просто никого нету. То есть я... Там народ, может быть, друг с дружкой воюет. Да, видите, начинает меня выдавливать. Я даже полечиться не успел особо. Ну, мне, наверное, надо вертолетами сюда прилететь. Я даже этим поселенцам просто поплыву. Этим вертолетом летим. Подходим. Я хочу, чтобы у меня все юниты были в безопасной зоне. А потом уже будем решать, что делать. Но мало юнитов. Вот для этой стадии игры у меня все еще мало юнитов. У меня получилась не очень большая территория, где что-либо собрать. И сразу начала красная зона давить. Ну, такой себе юнит, конечно, сейчас. Давайте я тут постою, полечусь уже этим. Тут поплыву. Тут уже сразу конец. Ой. А чё, ой. Чё, ой. Если у нас вот это есть, например. Надеюсь, угадал. Побольше юнитов. Жалко, у меня еще нету еще одной ядерки. Я бы его добил. Ну, он как-то странно встал. Вот у него тут горы мешают. Хренась. Он еще и ко мне плывет. Так, ну, мне надо поменять местами и обстреливать этого парня. Этот пускай лечится. Этот мы сюда поставим. Посел оставляем тут. Становимся сюда. О, там сектант. Понятно. Все ясно. И там полностью отъед и робот я только что видел. Все, мне понятно, почему тут стоит ученый. Вот он как раз зажат между мной и сектантом. Ааа, ясненько. Ясненько, понятненько. Ну, это трындец. Смотрите, уже армия вертолетов. Ну, хотя мы не знаем, конечно, сколько всего. Но выглядит... Это выглядит все очень круто. Я так понимаю, что ученому конец. Тут высажусь. Туда сбегаю просто. Да. Ну, я даже теперь не знаю, что мне тут делать пока. Ладно, этим тут постою. Попробуем. С этим парнем разбираться. Так, давайте объединим. Ну, то есть, моя... Мой корпус... Ой, блин. Блин, ну, конечно, у него плюс три осмотр, конечно. Это трындец. Минус вертолет. Так, этот пускай умирает в ядерном угаре там. Да, это он хорошо жахнул. Так, когда у меня появятся... Три хода. Очень не скоро. Надо вот этим лагерем заняться. Ну, на самом деле, пока только минус один юнит. Блин, робот трындец. Просто трындец. Да. Ну, он видит плюс три осмотра, понимаете? Я не знаю, как от него скрыться. От него невозможно скрыться. Ну, я начинаю думать, что, конечно, сектанты... Какая-то... Слишком оп здесь фракция. То есть, если в начале тупо ее не убить... Вот, как у нас было... То, что вы видели, когда я играл не за сектантов, там однажды убили... Просто фанат ядерка увидел его робота и кинул ядерку сразу. Ну, и, соответственно, минус. Робот, и дальше уже сектант слабоват. Либо в другой серии я убил поселенца сектанта. Так, я, пожалуй, тут постою. Просто он его не защищал. У него был один поселенец, и я его смог поймать там. Слушайте, а почему скитались до сих пор в игре? Прям даже интересно. Ну, все тут. Тут уже всем хана. О, блин, я еще и сюда должен идти. Еще, еще главное, постоянно... Зона меня выталкивает куда-то. Попробую сюда проплыть. Не, ну тут хана, как видите. Просто без шансов. Сколько у меня еще до ядерки? Один ход. Ну, меня, скорее всего, вот это убьют, это убьют. Я тебя попытаюсь спастись. Ученый, как ни странно, сюда пришел. То есть он по этой вот всей пустой территории... А, нет, там в красной зоне все умерло, да? Класс. Ну, я не знаю. Мне, наверное, надо бросать с одной стороны ядерку. Ой, блин. А с другой стороны... Куда ее бросать? Блин, а что их объединил? Я не хотел ходить, честно говоря, объединенным этим. Ну, нет, не убивай мой. Ты гад. У тебя там, блин, сектант? О, кого? Скитальца. Нет, это не скитальца. А, ученый умер там в итоге в красной смерти. Так, ну что? Куда-то вот сюда надо бросить, наверное. Там этот летает. Добью. Да ты прикалываешься! Ну, хорошо. Хорошо. Давай. Не тебе, не мне. Пускай все сдохнут. Ты рад? Я тебя спрашиваю, инопланетянин. Ты рад? Он умрет. Он умрет тут. Правда, и я, скорее всего, умру. А куда ты убегаешь? А че ты убегаешь? Что произошло? Нет. Нет. Так, 25. Это мой еще поселенец будет жить, да. Да. Ну, мне кажется, вот это инопланетянин сейчас проиграл за счет того, что сюда влез. Потому что там у сектанта, ну там, дикая это. Просто у него... У него там дикие вещи творятся. Все, у меня два юнита. Класс. Ага, исчез. Ну-ну. Ну-ну. Я думаю, что он тут останется. Я его в следующем ходе сейчас попытаюсь убить. Я прикалываю, что компьютер еще в игре. То есть там где-то у скитальца какие-то юниты где-то ходят. Че-то делают. Блин. Уфу, он его не захватил. Я по силам походил, мамочка. Сейчас этот инопланетянин просто мог заканчивать мою партию. А с другой стороны, может мне реально ее как-то закончить? Потому что я тут... Ну, я тут никак не выиграю. Я хочу пойти посмотреть... Давайте я зайду в этот... Ну, короче, отдам... Нет, поселенца я не буду отдавать. Я лучше зайду в Красную Смерть. В режиме наблюдателя посмотрим концовочку между инопланетянином и сектантом. Просто это интересно видеть всю территорию. А, понятно. Там... Ну, знаете, я тогда не буду инопланетянина трогать. А этим я вот зайду и... Следующий уход я, по идее, должен проиграть. 25. Да, 25. Должны сдохнуть. Не хочу инопланетянина уже трогать, чтобы у него были хоть какие-то шансы, наверное, против сектанта. Но мне странно у инопланетянина то, что он в эту сторону пошел. Туда. Так, давайте наблюдать хочу. Так. А, так все, он уже инопланет... Нет, инопланетянин еще в игре. А почему? А его не видно, он сделал... Ну, смотрите, ну... Армия вертолетов, корпус... Хотя, вы знаете, не так уж и много юнитов у сектанта, но очевидно, что у него явно их больше, чем у инопланетянина, и он контролирует практически всю территорию. А где... где скиталец, я не пойму? Ага, вот он стоит. Всю игру... Слушайте, я даже в начале игры, по-моему, его и видел здесь. И он как тут стоял, так и остался стоять, и все. Просто всю игру там скиталец просто стоял. Отлично компьютер играет. Ну, это, конечно, режим не для игры. Компьютером... Просто нифига не понимает. Ага, вот, вот, инопланетянин. Он просто инопланетянин все свои юниты сделал невидимыми. И мы их не видим вообще. Сектант, кстати, этот юнит видит. Ага. Ага. Смог ли он... Ну, робот, по-моему, у робота... Или пять, или шесть прокачек. Ну, он, очевидно, тут все. Да. Остался скиталец. Тут нету смысла дальше смотреть, потому что понятно, что сектант победил. Скиталец — это чисто компьютер. Спасибо, что досмотрели. Ну, в данном случае... В моем случае, я считаю, мне не повезло, что вот сектант... Потому что сектант действительно, по-моему, очень крутая. Во всем остальном, по-моему, неплохо действовал. Убил пирата. Тут как бы находил... Ну, то есть, из того, что выпало, вот из той рандомной территории, получилось неплохо. И вроде даже ракеты неплохо бросал. Но, видите, тут... Так... Ну, вот, количество сражений. Видно, что даже у сектанта их больше. Юнитов явно больше. Он больше 30 юнитов уничтожил. В общем, вот такая партия за фанатов. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok